Вы что-нибудь слышали о вратах Гунькова? Ну или же, правильнее сказать, гуньковских врат? Условно говоря, это врата, которые позволяют игрокам перемещаться с карты на карту. Давайте кое-что утрясем. Да, идею для ролика я взял у Фордала, который тоже решил сделать видео про гуньковские врата. Но, пожалуйста, не надо писать... А-а-а, украл, всё, украл Фордала, украл... Скажу так, я лично знаком с Гуньковым и знал о феномене ещё где-то год назад. Но, как-то не додумался его озвучить. Но, так как Фордал очень многого не сказал в своём ролике, я решил его ролик дополнить. Так что считайте это дополнение. Да и я оставлю ссылку на оригинальный ролик, поэтому ко мне никаких вопросов не должно быть. Изначально это не был Гаррисмодовский феномен. По рассказам самого Гунькова, его друг рисовал комикс по Dark Souls. И в качестве небольшой отсылки назвал некий портал Гуньковские врата. К сожалению, комикс так и не был дорисован, а забавная локальная отсылочка осталась. В мае 2020-го появились первые арты по вратам. Это был некий челлендж. Самый первый арт был от сообщества Гаррисмод ВК. Гуньковские врата названы в честь игрока Гунькова, первым нашедшим их. Они позволяют игрокам путешествовать через разные карты и сервера. В теории и между вселенными Гаррисмод. Но как это сделать никому неизвестно. Так что людям остаётся только путешествовать лишь между картами и серверами. Следующая работа за авторством Данила Насырова. Из описания нам удаётся понять некие особенности врат. Говорят, те, кто видел смерть, слышат голоса возле гуньковских врат. А может это голоса параллельной вселенной. Они даже приблизительно не знают куда попадут. Потому что в отражении врат каждый видит свои миры. А свет через них и вовсе не проходит. В работе человека под ником Nine Circles мы также видим одно из воплощений врат. Но есть тут одна интересная особенность. Над порталом виднеется некая картинка. О ней чуть позже. Также буквально недавно я и Ростислав Гуньков делали арты по вратам. Вот версия Гунькова. Вот моя. Также я расспросил самого Гунькова о различных подробностях. Итак. БЛИЦ! Через врата можно попасть в другие вселенные? Да, но только в те, где есть эти самые врата. Что будет с игроком, прошедшим через них? Он попадёт в случайное место в Гаррисмод. Как выглядят врата? Врата это абсолютно любая возможная арка. Если в арке нет света, то возможно эти врата просто неактивны. Почему персонаж Гунькова не расскажет людям, как пользоваться этими вратами? Он не хочет, чтобы другие люди мешали существам из других вселенных. Поговорив о самих вратах, мы теперь можем перейти к самому Гунькову. И понять, как же он может контролировать врата. Изначально Гуньков был таким же игроком, как и другие. Но однажды он нашёл те самые врата. Но подойдя к ним, он встретил старого повелителя врат. Он передал силу Гунькову и исчез. Так Гуньков получил возможность перемещаться в конкретное место, используя врата. Самая каноничная версия персонажа Гунькова на данный момент выглядит так. Но изначально персонаж выглядел вот так и назывался Пипибра. Это работа Гунькова по данному персонажу и, собственно, по вратам. Но это ремейк работы. Оригинальная работа выглядела так. Вот, собственно, картинка из того самого Остера. В целом, феномен Гуньковских врат прост. Это возможность перемещаться через карты и сервера простым игрокам. В заключении скажу спасибо Фордулу за идею для ролика, а Ростиславу Гунькову за подробное посвящение меня в данный феномен. Ссылки на всех в закреплённом комментарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова